друзья утро в детройте сейчас пол 8 утра я нахожусь в городе детройт он моя машинка стоит вот контора офис корпорации ford здесь в основном от служащие приехали walmart такой walmart у них по американским меркам очень холодно сейчас минус 11 градусов 29 по-моему с не ошибаюсь января 2021 года переночевал благополучно проверил как торгуют в магазине walmart рядом со мной стояла две фуры осталась одна солнышко встает слава богу день начинается поеду на разгрузку на delivery ехать мне по навигатору 7 миль но ехать долго одни из самых плохих дорог в америке в городе детройт я бы сказал не одни из самых плохих а самые плохие потом идет chicago и потом по рассказам виктора нью-йорк поеду попробую снять вам дороги машинка всю ночь ездила вот это с огоньком охрана постоянно ездила ночью но я приехал поздно в 12 улегся в час вот видел что она все время ездит но меня не тронули стояла две фуры я стал рядом с ними вот попробую снять вам дорогу до разгрузки очень промышленный город вот я реально повторяюсь очень промышленный город состоящих состоящий из одних заводов фабрик производстве контор и где-то 50 процентов зданий ну может я загнул 50 но 40 40 35 треть зданий полностью заброшенных есть полностью заброшенные кварталы в запустении когда-то здесь была промышленность мощная автомобильная если кому интересно очень коротко за 15 секунд много располагалось заводов автомобильных выпускали в основном американские марки бренды и американские машины известны большим объемом двигателя и когда пошло подорожание бензина 90-е годы 2000 и все пришло в многое пришло в нерентабельность в маленькую выручку из-за того что бензин подорожал а машины с большими двигателями но если совсем грубо как бы плюс стали хозяева располагать заводы в мексике и в других странах где очень много в мексике немножко в других странах где дешевле рабочая сила переместили производственной площади из-за этого тысячи людей потеряли работу и многие здания стали брошенными если вот совсем на пальцах до сих пор город не очухался хотя при дональде трампе было запущено вновь несколько заводов некоторые мощности были перенесены из мексики заводы обратно в сюда в город и город потихоньку оживает здесь производят проходят выставки конференции заработали некоторые заводы потихонечку жизнь возвращается но город номер один который как бы самый такой неухоженая сейчас поеду друзья через заводы будет дорога мапра пролегать через заводские кварталы посмотрите вот здесь вы меня реально не ругайте за то что камера дрожит от дороги так дороги самые плохие дороги сейчас пристегнусь я вчера ночью нашел место разгрузки и потом думаю где бы мне переночевать ну до рестерии до зоны отдыха ехать не охота куда-то на хайвей домах день в городе здесь приткнуться загуглил ближайший валмарт расстояние было семь с половиной миль друзья это ехать 10 минут вот я ехал 30 минут сейчас тоже выехал за полчаса до разгрузки нашел место вчера и ехал ехал очень долго ехал все разбито особенно сейчас где вот заводы вообще но это невозможно просто как бы удивительно для меня дороги дырки залиты бетоном не бетоном а такими бетон я не знаю как правильно специалисты знают или цементом не асфальтом именно а вот дырки в асфальте залиты то ли бетоном то ли цементом просто так залито и все а бы как новое дорожное покрытие не делается я не знаю может быть погода потому что смотрите сегодня было например ночью очень холодно по американским меркам это холода реальные минус 11 градусов для соединенных штатов америки еще раз подчеркну это очень холодно плюс великие озера рядом влажность большая может быть поэтому такие дороги разбиты может быть власти города я не знаю просто константирую вам факт донат виль какой-то донат вилью сей закусочная какая-то справа фармаси аптека заправка exxon ну вот как бы город неплохой он очень здоровый тоже но вот как бы понятно что минус это но и тут плюс короче из-за того что работа есть для людей промышленный город и минус что вот заводы они очень много коптят небо я посмотрел сейчас когда холодно видно вот эти все испарения очень много труб подымается пар дым какие-то выбросы иногда запах чувствуется в воздухе так 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 также вроде как успел в правилах дорожного движения написано если вы попадаете на желтый свет то если возможно притормозить затормозить и остановитесь но если вы попадаете на желтый свет и вы видите что вам очень тяжело остановиться успеть вы не успеваете остановиться то как бы в темпе энергично потихонечку там без за опасности закончите ваше движение ну либо короче если успеваете тормозить если не успеваете тормозить проскакивайте потихоньку осторожно чтобы не создать аварийную ситуацию а у меня груз очень тяжелый ребят в машине я бы не успел затормозить бы так ну что можно направо нельзя не пойму красный но там у стрелок нету вроде наверно можно я стрелок не вижу красных да сзади человек меня поехал тоже на красный направо я смотрел стрелочка может есть вот ребят о чем я вам говорил начинается веселуха город детройт большой закончу мысль много заводов это и плюсы и минусы конечно он очень промышленный приблизительно не менее 3 площади города занята чисто под заводы такие заводы знаете я вам скажу серьезные конкретные с трубами с цехами и так далее не то что какие там модерновые фабрики нано технологичные нет это промышленные такие как бы хорошие заводы автомобильные какие-то еще я так подозреваю обрабатывающие выпускающие что-то очень много промышленных зданий корпорации офисов но очень много брошенных вы сейчас сами когда вот едете вместе со мной смотрите направо и налево порядка 3 фонда зданий и жилого и нежилого не менее 30 процентов заброшенные сам город детройт большой по площади просторный невысокий очень много в основном а низких зданий как вы сами видите немножко такой он как бы скучноватый но к нему привыкаешь запоминается со своей атмосферой со своим почерком укладом жизни как-то немножко сразу понимаешь его но если бы меня спросили бы где бы тебе было не охота добровольно жить в америке я бы сказал добровольно жить мне не охота в детройте есть больше мест более привлекательных и есть если есть возможность выбора у вас то я бы что-то выбрал бы другое повеселее но промышленный город гигант промышленный город такой ребят как вот что-то я не был никогда в челябинске ну наверно вот что-то нашего российского челябинска мне так кажется заводы и фабрики предприятия вот сейчас последние кусочки еще более-менее адекватной дороги и пойдет как я иногда говорю жесть именно это неплохая дорога вот наверное как бы очень плохая скажем так сейчас посмотрите вот видите вот эти о облачке все это не облака природные это ребят все заводы кругом но люди живут я думаю что если по принципу я уже рассказывал своих видео американцы живут там где им платят где есть хорошая работа интересная с точки зрения зарплаты там американцы живут ну впрочем как сейчас и у нас в россии где платят там люди работают живут селятся а почему бы и нет если ты работаешь на заводе получаешь достойную зарплату а почему бы не пожить три четыре пять лет в городе детройт не заработать какую-то сумму денег какие-то сбережения а потом купить где-нибудь себе скромный домик во флориде на берегу солнечного океана вот почему бы так не сделать логично логично если есть работа если есть возможность скопить деньги или же работать где-то в красивом городе на низкооплачиваемой работе всю жизнь ну тут как бы у каждого свой характер другой человек скажет давно его этот детройт я лучше буду за небольшую зарплату спокойно жить в теплом красивом городе тоже своя логика я говорю друзья я никогда не осуждаю людей потому что вы не были в их шкуре вы не были никогда в жизненных обстоятельствах этих людей чтобы осуждать надо сначала понять почему так человек делает у англичан по моему или у американцев подскажите кто знает есть хорошая пословица по-английски точно уже не припомню а по-русски она переводится так приблизительный смысл такой что не осуждай или не ругай его ведь ты не был ты ведь ты не ходил в его ботинках ведь ты не прогуливался в его обуви ты не одевал его ботинки приблизительно такой смысл ну как бы русские говорят попробуй побудь в его шкуре американцы англичане говорят пословица старая известная ты не ходил в его обуви не примерял поэтому ты не знаешь жизненных обстоятельств и как бы не надо никогда спешить делать выводы про людей вот я к тому что живут люди до дома одноэтажные квартиры многоэтажные частный сектор апартам апартменты то есть многоэтажные дома есть стоят есть районы очень бедные мы сейчас через них будем проезжать вот мы въезжаем for drive in визита and for drive in and visitor темп скин это фитнес-центр какой-то фордовский в общем завод 14 градусов по фаренгейту сейчас разгружусь сделаю себе горячего кипяточка чайка 14 градусов по фаренгейту очень быстро приблизительно округляя перевожу в цельсии это будет у нас друзья вот ребята на работу идут видно или с работы да где-то 9 10 градусов мороза но вот она вот она дорога ребят как вам мне просто машину свою жалко есть водителя которые ездят на машине я смотрю не в хвост и в гриву и и трепет ну типа она же не живая а для меня машина живая мне всегда жалко и и бить подвеску нагружать на износ очень сильно на предел движок рвать коробку сцепления всегда мне жалко я стараюсь если есть малейшая возможность всегда пожалеть машину чтобы не было у нее экстремальных крайних режимов работы у меня знакомый был один человек в россии у него машины все служили по три года три-четыре года потом или сцепление или коробка и очень часто в основном мотор то стук в двигателе раздавался то проворачивала вкладыши то коптить начинала поршневая очень любил он как бы на предельных ездить режимах то есть там каждый день надо оно не надо но это на мой взгляд опять там 4000 оборотов при старте 5000 оборотов по городу при старте по трассе там хорошая скорость километров 140 а я говорю да смотри ты это это ж нагрузочка идет и на моторы на сцепление чё ты так куда тебе торопиться расслабься он рита я люблю говорит вот как бы почувствовать как я гружу нагружаю вваливаю я сниму вторую часть для вас он не обеспечит ему продолжение